Предание о горе Дионисия Одним ударом разрушал горы, переставлял вершины, валил лес. Темль был не только сильным, но и злым. Любил он обижать беспомощных людей. Отбирал у охотника все, что они с таким трудом добывали в море. Шли годы, и стал задумываться Темль. А вдруг люди смогут украсть мою силу, которая хранится в звезде, ярко горящей над льдами море, и я стану слабым и хилым? А в это время в стойбище Вьен, на месте которого потом вырос город Анады, родился мальчик. Прозвали его Вэльвелевод. Воронья Голова. Наверное, он был шибко умный, ведь у Чукчей ворон почитается как создатель мира. Мальчик рос так быстро, что уже восемь лет мог поднять одной рукой бурого, а другой рукой белого медведя. А Темль все чаще с грустью смотрел в ночное небо. Узнал он, что появился на свете человек сильнее его, а зовут его Вэльвелевод, а значит, недолго осталось гореть звезде Темля. Однажды встретились на морском берегу Темль и Вэльвелевод. «О, человек пришел! Кто ты и откуда?» Вэльвелевод очень испугался, увидев Темля. Таким большим он казался, что и с горой не сравнишь. Но храбрый мальчик все же ответил. «Я Вэльвелевод из Вьена, а ты кто?» Темль, услышав это имя, даже вздрогнул от испуга. Но поборов страх, стал думать, как бы расправиться с мальчишкой. «Давай поиграем и узнаем, кто из нас ловчее, ты или я!» «Давай, только как мы будем играть?» «А вот так!» Надул великан щеки и начал дуть на море. Поднялся сильный ветер. Темль стал поворачиваться к Вэльвелеводу. Хочет сдуть его в море. А догадливый мальчик быстро спрятался в голенище торбозов Темля и ждет, когда тот устанет дуть. «Смотрит Темль!» «Нет, мальчишки!» Покричал. «Эй, ге-гей!» Тишина в ответ. «Утонул великан!» «Я самый сильный!» Обрадовался великан. «Эй, да вот же я!» Испугался Темль, услышав голосок Вэльвелевата. Задрожал от страха. «Теперь моя очередь дуть!» Вылез мальчик из торбозов великана. Начал дуть так сильно, что забурлило море. Повернулся он к великану и дунул изо всех сил. Унесло Темля в море, но неотану и великану. Ведь выше гор был этот злодей, а море ему едва до колен доставало. «Ну, хватит играть!» «Встретимся лет через десять!» «И кто победит в состязаниях, тот и будет хозяином всей чукотской земли!» Прошло десять лет. Окреп и возмужал Вэльвелеват. Даже кухлянка и штаны на нем лопались, когда он садился. А Темль в это время рассуждал. «У меня есть звезда! В ней хранится моя сила! Но я должен стать таким большим и толстым, чтобы Вэльвелеват не победил меня!» Каждое утро съедал Темль десять моржей и столько же нерп. Он даже не варил их. Вечером же он с жадностью поглощал пятьдесят нерп и двадцать оленей. Темль считал, что только еда прибавит ему силы и совсем не тренировался. И вот, наконец, встретились Темль и Вэльвелеват. «О, пришел Вэльвелеват! Ну-ка, скажи! Кох, кох, мои глазки, как у мышки!» Начал насмехаться Темль. «Да, пришел! Ну и растолстел же ты Темль! Китовым ремнем живот придерживаешь!» Не остался в долгу Вэльвелеват. Услышали люди, как загудела земля. Это два силача бороться начали. Долго боролись. В тундре уже тепло стало. Весна наступила. А Темль и Вэльвелеват никак одолеть друг друга не могут. Решили передохнуть силачи и разошлись. Когда переходил юноша реку Аннатарь, увидел он в воде тонущую мышку. Вытащил он мышку и положил себе за пазуху. Три дня проспал молодой силач. Так он устал. А как проснулся, засобирался в дорогу. «Куда ты, Вэльвелеват?» Слышит он писклявый голосок. Огляделся юноша. Не может понять, кто его спрашивает. Ночью зажигается над морем яркая звезда. «Знай, вся сила Темля в этой звезде. Достанешь с неба звезду, победишь злого великана!» Сказала так мышка и убежала в тундру. Сделал юноша длинный и крепкий чад Аркан. Вышел ночью на берег, метнул в темное небо чад и подцепил им звезду. Подтянул он звезду к себе и спрятал ее за пазуху. А Темль тем временем крепко спал. Проснулся он от звонкого голоса Вэльвелевата. «Посмотри, Темль, что у меня в руках!» Кричал юноша, держа на ладони звезду. Вздрогнул великан, завертелся, заметался. Бросил молодой силач звезду на землю и рассыпалась она в прах. Упал Темль замертво. Шапка его в море укатилась и превратилась в остров, А сам великан горою стал.